Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Меня беспокоит много моментов, которые мне мешают нормальной жить. Как мне с этим справиться и как выбрать метод борьбы с этими моментами? Частая тревога, неуверенность, раздражительность, негативные мысли, недостаток мотивации, лень, вечно отвлекаюсь, часто переключаюсь с одной задачей на другую, заниженная самооценка, скромность, чересчур альтруистичный, неловко себя чувствую, когда хорошо выглядишь, часто прокручиваю в голове негативные сценарии разных ситуаций, стройка страх конфликтов, боязнь кризисов, желание населить врагам, но, естественно, отсутствие действий, постоянный поток мыслей, слотность сформирования мыслей, бывают мании преследования, перепады настроения, ощущения, что на тебя смотрят и дискомфорт из-за этого. Это то, что вспомнил. Я думаю, что в каком-то смысле мой ответ будет пересекаться, мой ответ будет пересекаться с ответами кого-то из коллег, потому что, ну, унифицировали немножечко ситуация, да, унифицировали немножечко здесь информация, и, соответственно, унифицировали ответ, да. Вы описываете в основном, именно в основном вы описываете аспекты психологические, вот, ну, именно вот, именно в основном. Да, в основном это психологические аспекты, конечно же, вот, но есть, есть элементы, которые вы описываете как физиологические, вот. В этом смысле. И по физиологическим моментам, да, давайте, давайте я, наверное, не буду сейчас уточнять, о каких моментах идёт речь, вот. Но по физиологическим моментам, я думаю, что вам нужно обратиться к врачу, да, вот. Либо к врачу-неврологу, либо, значит, вот, то есть, либо к врачу-терапевту общей практики, вот, либо, соответственно, уже дальше туда, куда он вас направит. Вот, и пройдя обследование у врача, который вам порекомендует терапевт общей практики, вот. Это очень и очень важно. Как мне кажется. Да, да. Вот. А дальше, дальше. Значит, что мы сейчас сделаем? В общем-то, я не буду ходить далеко и вокруг долга, я просто буду засчитывать ваши тексты, давать комментарии. Значит, во-первых, вы пишете, что вам это мешает нормально жить, вот эти вот моменты, которые вы описываете, да, они вам мешают нормально жить. Вот. Ну что же, в принципе, в принципе, вас можно понять, вот. То есть, можно понять, что вам это мешает, ну, как бы мешает жить, можно это понять. И, ну, вот вы говорите, что нельзя нормально жить, а что такое, вот что есть, что такое нормально жить? То есть, вот, ну, буквально, нормально жить, это как? Да? То есть, вот, давайте попробуем, давайте попробуем, просто попробуем с вами. Сначала, значит, поисследовать. Вот, нормально жить, это, это как? то есть, как именно, как конкретно, да, вы хотите жить. Если всего этого у вас не будет, не будет этих моментов, которые вы описываете, да, все у вас, все у вас в этом смысле будет хорошо, вот, то что вы будете делать? Как вы будете, как вы будете жить? вот, собственно, ну, буквально, вот, вот, именно буквально, как вы будете жить, что вы, что вы будете делать? буквально, в, в прямом смысле этого слова. Вот. Это очень важно, это очень важный момент, потому что от этого, в общем-то, зависит, то, как, как, будет, продвигаться ваша, стратегия, работать с этим. Значит, наметьте, для себя, ну, буквально, буквально, сформулируйте, для себя, то, что вы хотите. Вот. То есть, сформулируйте для себя, то, что вам нужно. Пожалуйста. Сформулируйте для себя, чего именно вам не хватает. Сформулируйте для себя, в чем именно, да, вы нуждаетесь, и на что именно вы ориентированы. Да? То есть, что вы хотите. Понимаете, да? Далее, вы пишите, как мне справиться, и как выбрать метод борьбы с этими моментами. Справляться не нужно, справляться с этим не нужно. Именно, вот, справляться, да? Справляться с этим не нужно. Потому что, ну, как бы, справляясь с этим, вы только попитывайте, попитывайте свои симптомы, свою симптоматику, вот, еще больше, таким образом, и, соответственно, симптоматика, она от этого будет увеличиваться, что она не будет уменьшаться, она не будет уменьшаться, вот, к сожалению. Она будет становиться больше, только. А что касается того, какой метод вам выбрать, то я думаю, что этот вопрос лучше всего оставить специалистам, то есть этот вопрос лучше всего оставить психологам, психологам, вот, а, как мне кажется, потому что психологи смогут вам качественнее помочь в этом вопросе, да? и подобрать методику, исходя из, ну, из вашей личности, вот, исходя из особенностей вашей, ну, исходя из особенностей вашей личности, исходя из того, что у вас у вас будет лучше получаться, да? и так далее. и так далее. Вот. То есть это очень важная история, как мне кажется. Поэтому вам самому или самой, я вот, к сожалению, не знаю. Да, делать ничего, пожалуй, что для этого не нужно. Самостоятельно. Вот. Ничего хорошего из этого не получится. Дальше. Тревога. А тревога, частая тревога, это страх перед неопределенностью. Вот. И в общем и целом такой элемент, я бы сказал, недоверие себе. Вот. То есть вот. Тревога это именно история про недоверие себе. Это именно история про то, что вы себе не доверяете. Вот. То есть это вот такой аспект связанный именно с тем, что человеку сложно находиться значит в состоянии неопределенности, человеку сложно находиться в подвеченном состоянии, вот. Человек ожидает значит, ну, какого-то негатива. Вот. Ожидает негатива может быть и вполне неопределенность, да, действительно может происходить какой-то негатив, может происходить что-то такое нехорошее. Это правда. Вот. но важно понимать, что человек боится чего-то, когда он не доверяет себе и не ну, скажем так, не реализовывает свою реакцию. на какие-то вот события, да, на какие-то моменты, на какие-то пускай даже весьма вероятные варианты развития событий. То есть, когда человек по сути в себе зашал. Вот это вот задраться, она вызывает тревогу. Неуверенность. Неуверенность я связываю с конечно многими факторами, но чаще всего в моей практике неуверенность возникает, когда человек к себе довольный требовательным. Когда человек значит как-то сравнивает себя с другими людьми. Вот. Когда человек требует от себя каких-то действий, каких-то решений требует от себя соответствия чему-то и понимая как-то, что соответствовать у него вероятно не получается, понимая, что соответствовать человек как-то не может, у него рождается вот эта самая неуверенность в себе. То есть это история про то, что я не такой, каким хочу себя видеть. Вот. Искажение я образом также, конечно, приводит к неуверенности. Вот. Это само собой разумеется здесь и в принципе является аксиомой. Вот. Но чаще всего, чаще всего, чаще всего неуверенность в собственных силах является результатом других проблем. Так сказать, можно назвать это смешными проблемами. Вот. Или более глубокие то есть неверные свеи это следствие. Не первопричина проблематики. Вот. Поэтому я бы не выделял неуверенность в себе как что-то самостоятельно. Раздражительность. Раздражительность является с одной стороны проявлением злости. Вот. злость это нормальная реакция при нарушениях личных границ. Вот. То есть когда личные границы нарушаются, то появляется раздражительность. С другой стороны раздражительность является следствием проявления агрессии. Вот. Агрессия здесь может быть вызвана факторами самыми разными. Вот. Это в принципе может быть и страх. Вот. Это в принципе может быть и какие-то опасения. агрессия может быть вызвана и значит неким внутренним конфликтом. То есть раздражительность может быть внутренним может являться внутренним конфликтом. Следствием внутреннего конфликта таким образом является чем-то вроде грамот конфликтом. То есть если бы не это да если бы не раздражительность то человек как бы мог бы ну вот натурально буквально взорваться с ним могло бы ну натурально буквально что-то произойти. Вот. поэтому раздражительность это довольно неплохая штука но опять же является вот следствием того что я уже озвучил да и соответственно нужно опять же смотреть в этом смысле из чего произстекает из чего произрастает раздражительность конкретно ваш вот чтобы лучше понимать чем можно вам помочь дальше негативные мысли негативные мысли Это агрессия, подавляемая агрессия. Недостаток мотивации. Здесь довольно интересно, потому что недостаток мотивации предполагает достаток мотивации, а достаток мотивации предполагает требование к мотивации, а требование к мотивации предполагает эту самую мотивацию в какой-то степени извне. То есть у меня должна быть, как бы, говорите вы, вот, определенного рода мотивация. Вот. Ну, как бы, вопрос по поводу того, откуда у вас определенные требования к своей мотивации, да, она остается, он остается открытым, этот вопрос. То есть почему вы считаете, что у вас должна быть определенная мотивация, да, и, вот, ну, там, грубо говоря, ни больше, ни меньше. Это вот очень важный момент. Недостаточность мотивации является как следствием внешнего воздействия, так и следствием внутреннего воздействия. То есть внешнее воздействие, это когда вы как-то знаете о том, что у вас может ничего не получиться, да. То есть это когда вы знаете, ну, знаете, что можете, там, грубо говоря, потерпеть неудачу. Можете, грубо говоря, ну, столкнуться с каким-то, ну, негативом, скажем так. Вот. А внутреннее это, значит, собственное обесценивание. То есть вот ваше собственное обесценивание того, что вы хотели бы делать. Вот. Опять же, из-за страха, из-за каких-то иных целей, да, но это вот что называется в какой-то степени полезно. Вот. Вот. Потому что вы что-то получаете. Вот. Ну, и недостаточно, недостаточность мотивации возникает, когда человек требует от себя, значит, чего-то, что он, ну, в целом делать как-то неудачно. Не хочет. Вот. То есть недостаточность мотивации возникает именно, когда человек, вот, ну, не хочет что-то делать, не хочет чем-то, ну, заниматься, да, не хочет этого. Но, по какой-то причине себя заставлял. Вот. То есть это вот в целом довольно такая грустная, я бы сказал. История грустная, грустная довольно ситуация, вот, и так или иначе здесь нужно смотреть. Недостаточность мотивации возникает и при большом количестве мотивации. То есть когда много, много мотивационных моментов фиксируется на одной какой-то задаче. То есть когда множество мотивационных векторов совмещаются в одной деятельности, то человеку в этом смысле становится очень тяжело. Вот. Потому что, ну, вот, большое, большое количество мотивации, да, большое, большое количество. Задача. Задача. Волжно быть выполнено в большом количестве потребностей, например. Волжно быть удовлетворено. Вот. А, соответственно, шансы на этом стремятся к нулю. К сожалению, потому что это сложно. То есть происходит как бы своего рода переполненность. Вот. Происходит переполненность. Происходит переполненность. Ну, мотивация, мотивами здесь. Дальше. Лень. Лень. Лень – это ситуация обратная. Потому что вы описывали, и лень связана с тем, что человек чего-то себя не хочет, чего-то не хочет делать. А, значит, заставляет себя, а у него не получается, и он себя как-то обвиняет. Он себя обвиняет. Обвиняет в том, что он не делает то, что нужно. Вот. На самом деле, лень – это очень яркий показатель, индикатор того, что вам что-то не нравится. А, что вы не хотите этого делать. Но страх отказаться от софт-парадигмы своей, то есть страх отказаться от собственного образа, который у вас есть, к сожалению, приводит как раз к тому, что цепляясь за вот эту картинку себя, человек испытывает лень. То есть лень – это показатель того, что вы не соответствуете сами себе, не соответствуете себе настоящему. Лень – это показатель того, что вы к себе в достаточной степени глухи, и вы склонны пренебрегать. С собой. Вот. К сожалению. Ну, к большому, к большому сожалению. Вот. Так что люди борются, часто борются с ленью, с ленью бороться не нужно. Вечно отвлекаются, пишите вы. Это история про то, что вам хочется чего-то другого, но вы себе не позволяете. Переключение с одной задачей на другую – то же самое. Заниженная самооценка – это отсылает нас к уверенности в себе, к паблике себя оценить. Скромность. Давайте здесь разберем, что есть скромность. Скромным человек может быть в результате своих собственных ценностей. Скромным человек может быть в результате вынужденного, то есть я вынужден скромный, потому что чего-то боюсь. Но тогда это не скромность, тогда это стеснительность. Чересчур. Альтруистичный. Что значит «чересчур»? Неловко себя чувствую, когда хорошо выгляжу. Стыд. Стыд. И, опять же, с одной стороны, вы себя обесцениваете, да, с другой стороны, боитесь привлечь внимание, потому что не доверяете себе. Часто прокручиваю в голове негативные сценарии разных ситуаций. Агрессия. Агрессия. Страх конфликтов. Страх оценки отвержения. Боязнь кризисов. Непризнание ошибки. То есть, ну, как бы вот, отрицание ошибки. Желание нацелить врага, но, естественно, отсутствие действий. Я бы сказал некоторая незрелость, потому что населить врагам ничего вам не даст в плане какой-то компенсации, если только вы не в суде. Постоянный поток мыслей. Это нормально. У всех постоянный поток мыслей. Внутренняя речь непрерывна. Сложность сформирования мыслей. Здесь нужно попробовать, что вы имеете в виду. Так, мания преследования, это может быть как клиническая картинка. Тогда вам к врачу, психотерапевту, клиническому психологу нужно. Это может быть как психологическая картинка, когда речь идет об некоторых, на первый взгляд, амбивалентных явлениях. С одной стороны, это такое вот желание привязанности. Вот, и в то же время страх этой привязанности. Перепарты настроения, низкий уровень эмоционального интеллекта. То есть я не понимаю, что происходит со своими эмоциями. Ощущение, что на тебя смотрят и дискомфорт из-за этого. Страх оценки. В данном случае речь идет о страхе оценки. У всего этого списка нет одного важного компонента. На мой взгляд, этот компонент касается контекстов. Нет абсолютно никакого контекста в списке. Это вырванные из контекста вашей жизни некоторые состояния, но без контекста вашей истории это, по сути, не имеет никакой ценности. Вам, если у вас нет каких-то показаний по медицине, можно заняться психотерапией на регулярной основе. По поводу метода, я думаю, при разговоре с вами можно будет подобрать. Вот, на этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится. Продолжение следует... Продолжение следует...